Дымовые шашки, петарды и задержание. Активисты сорвали концерт Лободы-выбиться. На этом патриоты не остановились и объявили целый список запретных звезд. Кто не сможет выступить в Одессе и повторится ли сценарий Лободы в сюжете нашей Анны Грэнев. Она кинула, убежала и все. Я пришла не до того, чтобы здесь ругаться, просто... Я на концерт пришла вообще-то. Сначала словесные перепалки, потом петарды и дымовые шашки. Полсотни активистов в воскресенье пикетировали ночной клуб Ибица. 28 мая там собиралась выступить певица Светлана Лобода, которая днем ранее вела российскую музыкальную премию РУ-ТВ. Я непрепустимым, когда украинские законовцы ездят до державы-агрессора, зарубляют там деньги. Нехай такие люди вызначатся, они граждане Украины, или они поддерживают государство, которая убивает наших співграждан каждый день на Сходе. Сами же ценители творчества Лободы и своего кумира за выступление в России не осуждают. Ее работа выступать туда, куда ее приглашают. Из-за частых взрывов петард полиция пыталась осмотреть активистов. Те отказались, и правоохранители начали применять силу. Несколько человек задержали за хулиганство, но позже отпустили. После столкновений появилось сообщение о минировании ночного клуба. Организаторы так зрозуміли, відповідально віднеслись до ситуации, і вирішили скасувати концерт Лободы. Сама же Лобода покинула ночной клуб на катере. А уже утром на странице продюсера, певицы Нателлы Крапивиной, появился комментарий. В любой стране, в которой воцаряется режим, гибнет в первую очередь культура. И, к сожалению, мы оказались на этом рубеже. Пока мы не научимся уважать права и свободы друг друга, мы не то, что не станем частью Европы. Нас ждет страшнейшая деградация во всех отраслях и направлениях жизни. Столкновение активистов с полицией во время протестной акции под ночным клубом Ибица прокомментировал и глава Одесской ОГА Максим Степанов. Да, ты имеешь право высказать свое отношение, например, к тому или иному артисту. Но не нарушая закон, не создавая какие-то трудности для людей, у которых есть другая точка зрения. И ни в коем случае не пытаясь каким-то образом силового воздействия воздействовать на любых других людей. По закону наказать украинских звезд за гастроли в России невозможно, объясняет нам юрист Александр Брилев. Если сослаться на закон о культуре, где сказано, что культурный деятель, к которому можно отнести певцов и певиц, они могут свою гастрольную деятельность формировать так, как они посчитают нужным. То есть нет никаких ограничений, что, к примеру, гастроли они не могут осуществлять на определенных территориях. Хоть законных оснований запретить концерты некоторых звезд нет, одесские активисты обещают неспокойный июнь для Ибицы. В субботу 3 числа в Одессе выступит диджей-дуэт из России. Братья Александр и Юрий Пархоменко в 2016 году выступали в Крыму. Получить официальную информацию о том, как они пересекли границу, не удалось. 4 июня Ибицу посетит российская группа «Звери». В марте 16-го их тоже приглашали в Крым, но те отказались. 9 числа в ночном клубе планировал выступить Иван Дорн, но после воскресных событий отменил свой концерт. А спустя несколько дней опубликовал видеообращение. Ответный стих исполнителю написал одесский поэт Андрей Хаецкий. И совсем байдуже, насколько много музык есть за мир, когда сруйнованы домики и не пришел домой сын. Ты знаешь, сколько с паспортами в гробах вертаются к мамам? Та, срештою, зачем, питаю. Ты же всего лишь музыкант. Добавим, что вместо Дорна в Одессу привезут участников Евровидения от Молдовы. 10 июня активисты пообещали сорвать концерт уже в другом клубе города – Бона. Там выступит российский рэпер Мод, артист лейбла Тимати. Мод со своим наставником также выступал в Крыму. Информации о законности пересечения границ нет. Вернемся в Ибицу. 16 июня в клубе выступит украинская группа «Время и стекло». Дуэт активно выступает в России. На следующий день Ибицу посетит Андрей Ширман, более известный как диджей Смэш. Его внесли в базу данных сайта «Миротворец». Там указано незаконное пересечение государственной границы Украины. 18 июня в Одессе выступит Баста. Перечень его нарушений и высказываний также высветлен на странице «Миротворца». Завершать концерт на июнь Ибицы будет украинская группа «Грибы», которая также активно гастролирует в России. Ну а я напомню, в конце мая в Украину не пустили российскую актрису Татьяну Васильеву. В прошлом году она посещала Крым без уведомления пограничной службы Украины. Анна Грынев, Игорь Буренко, Валентин Мирза, 7 канал.